А вы что творите? Мы просто зашимили девчонку и займемся. Зашими меня. Смотрел твой спич, мы делаем из этого шоу. Что за шоу? Мы придумали лайт-найс-кул, чтобы как-то начать друг друга понимать. Всем хааай! Должно быть, меня в некотором роде непри... неприятно видеть. Ну, возможно, даже так. Непривычно видеть, потому что, как вы понимаете, да, она снова нарастила волосы. Боже, моя голова, она закружилась. Надеюсь, ваше нет. Кстати, на мне оригинальная японская, я не знаю, как называется это, но вроде как это считается, хаори, то, что одевается. Нашла винтажки, когда в Санкт-Петербурге была. Обожаю, Питер вообще один из любимых городов в мире. Тут произошла, наконец-то, та ситуация, что мне таки пришла косметика с Алиэкспресс. Собственно, видео так называется, поэтому это обзор косметики Алиэкспресс. На моем канале за все почти 7 лет, о боже мой, его существования, я ни разу не снимала видос про косметику с Алиэкспресс, и вот, наконец-то, я его снимаю. Я купила только лишь самую хайповую косметику с Алиэкспресс. Я решила умышленно не покупать всякую ерунду, потому что зачем нам покупать ерунду? Как бы, времена и так непросты, нет времени на растрачивание бюджета на фигню, поэтому я отыскала на Алиэкспрессе самую хайповую косметику с самым большим количеством заказов за самые лайтовые цены. Например, здесь 10 палеток, и я купила их за 2000 рублей. И мне очень интересно будет посмотреть, что же нас с вами, это, дорогие мои друзья, ожидает. Хотела найти ножницы, но я не нашла ножницы, я нашла заколку, разрежу заколкой. Ну или нет. Возможно, нам понадобится помойное ведро побольше, и вряд ли в этом можно будет вмести все, что мне не понравится. Правда, настроение у меня такое, что мне понравилось. Не знаю, зайдет мне косметика или нет, но на всякий случай предупреждаю, что данное видео никем не спонсировано. Итак, открываем первую коробку, потому что для меня она была самая интересная. И здесь, походу, здесь реально 10 палеток, и меня никто не обманул. Короче, изначально здесь целая куча палеток, Марс, Уран, Юпитер, Сатурн, которые по планетам, как вы могли догадаться. И несколько палеток, которые по фруктам, овощам, ягодам, травам, мята, дынька. Давайте по кусочкам. Палетка-ягодка, палетка-уран, палетка-дынька, палетка-мятка, палетка-персик, палетка-юпитер, палетка-лимон, палетка-нептун, Марс это тоже палетка, палетка-сатурн. Я думаю, самые внимательные уже оценили мои ногти. И знаете, что я вам на это скажу? Не так уж и удобно, когда у тебя только лишь два ногтя. Я их отковыряла. Поэтому с Алиэкспрессом мне также дополнительно пришли накладные ногти. Давайте их тоже протестируем. Выглядят они вот так. По идее, типа, ты достаешь эти ногти, ничего там, даже не подпиливаешь, ничего не делаешь. А, просто лепишь. А, тут даже клей был. Блин, эти ногти на клею, реально. А, нет. К этим ногтям, типа, шла вот такая вот штучка. И ты эту штучку, бац, надеваешь на свой ноготь, а потом бабац, и клеишь вот это. Странно видеть себя с длинными волосами, вы бы вообще знали. Я просто не признаюсь, что это вообще кто этот человек? Ты кто? Я тебя не знаю. Ты кто? Человек с короткими волосами мне нравится больше. Интересно, а сейчас начнется? Раньше было лучше. Ой, какие странные ногти. Какие-то неправильные. В салоне красоты, если бы мне такие ногти сделали, я была бы удивлена, потому что они буквально уходят вниз. О, нет, это же накладные ногти, которые смотрят вниз. Жесть, но дизайн вроде прикольный, подходит под мои волосы. Предлагаю для начала определиться, какой ноготь куда. Отклеиваем. Наклеиваем, типа, на мизинец. Отклеиваем теперь вот эту штуку. Как ее отклеить? Она не отклеивается. Блин, а вот отклеилась, ладно. И теперь лепим мизинчиковый на мизинец. Это выглядит как-то так. Я наклею сейчас все ногти и к вам вернусь. Что вы думаете про этот мизинец? Знаете, пока я пыталась налепить эти ногти, я пришла к выводу, что это ощущается, как будто бы не совсем правильно. Особенно у меня возникли проблемы с тем, чтобы реально наклеить ногти, знаете ли, левой рукой на правую. Не у всех людей обе руки правой, но ли обе руки левой в зависимости от того, кто какой рукой предпочтительно пользуется. Это прям, я вам скажу, нелегко. Эх, так. Таким образом, в общем, выглядят эти накладные ногти. Честно говоря, конечно, мы можем с вами много разговаривать на тему дизайна, но все еще это вкусовщина. И если честно, то на Алике они мне понравились, конечно, гораздо больше. Но проблема даже не столько в дизайне, не столько в том, что мои пальцы стали крюками неиронично реально в жизни. Кстати, сердечко теперь выглядит особенно странно. Это тебе мой сладкий малышок. Так вот, принт. Огромные проблемы с этим принтом. Ему прям плохо. Думала, что давайте с вами выводу какому-то придем после того, как я сделаю макияж, потому что есть вероятность, что этим не смогу сделать макияж. Ну, как бы, мало ли что. А жерелье, кстати, тоже с Алика. Важный апдейт, мне пришло сообщение, и я пытаюсь его написать. Но это, получается, дело только так. Потому что эти штуки, они очень крючкообразные, и типа у тебя просто палец не может лечь, потому что kinda как бы вот ситуация, в чем заключается. Вот так вот. Оно не уходит прямо. И чтобы тебе написать, я не знаю, тут нужно просто изгаляться, наверное, вот так вот печататься. Кошмар. Я недовольна. Нет-нет-нет, я недовольна. Случилось то, чего я не ожидала. Вы знаете, я сейчас подошла к зеркалу. Вот там у меня зеркало побольше есть. Здесь стоит зеркало поменьше. А я сегодня целый день, короче, гуляла. И знаете что? Я посмотрела на то, как ужасно выглядит моя кожа сегодня. И нет, это не потому, что моя кожа там, не знаю, испортилась. А потому что, блин, я попробовала какой-то новый тон. А потому что я попробовала новую пудру. Кстати говоря, от Fenty Beauty, и она так ужасно скаталась на моей коже, что я просто сейчас, я настолько в ужасе, я такого реально не видела. Надеюсь, вам здесь видно, что все вот в этих вот таких-то бороздках, все подчеркнуло вообще как будто бы сыпь. Здесь все просто скаталось, это какой-то ужас. Ну, честно, я первый раз с таким сталкиваюсь, я в кошмаре. Короче, что я еще купила по Алику? У меня есть вот такая вот палетка. Не спрашивайте, зачем столько палеток. Это, кстати, не все. Just не спрашивайте. Мы с вами будем делать макияж. Прям лютый макияж. Хочу сделать макияж в стиле огня. Кстати, палетка внутри выглядит очень застойно. А эта палетка, типа, видите, блестяшек, то есть прям глиттеры. У Colourpop была похожая палетка, которую я очень сильно люблю. Посмотрим, насколько будет это хороша. Они острые, но... Ну, на первый взгляд, скажем так, пойдет, но мы к ней еще вернемся, только не сейчас, чуть позже. А, короче, я хочу сделать, знаете, такой творческий арт-макияж. Я попросила вас закидать мне идеи в Telegram, кстати. Я забыла ненавязчивую просьбу подписываться на мой Telegram. Ребяточки, я вас там очень сильно жду, но, в конце концов, я там делаю макияжи, я там вдохновляюсь вашими идеями, а потом переношу их сюда. Ну, как бы, есть смысл подписаться. Итак, я собираюсь делать арт-макияж. Мне там, к сожалению, не понадобится черная подводка, а я ее, однако, купила. Поэтому я считаю, что будет неплохо, учитывая, что у меня сейчас такой на нюдики макияжик, сделать еще этой черной подводкой стрелки. Заодно протестируем ее и посмотрим. Подводка выглядит так. Вот это жопа, потому что этими ногтями... А, у меня же есть рабочий ногт. Вот этот. Вот он. И вот этот. Точно. Все. Вопрос решен. Я не буду справиться. О, открылась. Так, что у нас здесь по грифелю? Ну, здесь классический фломастер, у него были просто офигенные отзывы. Давайте так чуть-чуть черканем. Не, ну, вроде норм. Ща проверим. Пользуясь случаем, хочу отметить, что с этими ногтями крайне мега неудобно. Я сейчас особо пендриваться не буду. Боже, как мне плохо от того, что происходит у меня на коже. Я нашла еще более худший вариант на своей коже. Там, оказывается, не только на щеках, так еще и здесь кринж. Так, ну-ка. Видеодокументация кринжа. Да, видно, как оно скаталось. Это просто катастрофа. А теперь мы тестируем с вами подводку. Стоит ли мне здесь что-то говорить, или вы и так понимаете, в чем проблема? Нет, проблема не в том, что моя стрелка слишком широкая. Так, задумано, честно. А потом она как бы сухая, блин. Вот, смотрите, она не красит. А можно просто взять вот так вот и отправить сухую подводку? Я в таком ужасе. Нет, я не довольна. Я хотела сделать себе глаза, как у риса. О, прям как в школе. Облизал маркер и он начал писать. Такими ногтями кашу не сваришь, такой подводкой кашу не сваришь, ни с чем кашу не сваришь. Да и суп, в общем-то, тоже не сваришь. Ох, как я люблю хуго. Вы когда-нибудь ели хуго? Слишком хаотичный вопрос. И да, хуго это вкусно. Ну, короче, как можем оценить эту стрелку? Стрелка, конечно, такая. Сухая, не самая профессиональная, везде много пробелов, даже умудрилась растечься, хотя она сухая. Как это могло произойти, не знаю. Ну, в общем, я ставлю этой подводке ноль. А что я могу ей поставить? Она, блин, сухая пришла. Говно. До завтра. Ну, то есть встретимся через одну секунду. Раз. Два. Я снова вернулась. Как вы видите, это же самая потрясающая, великолепная стрелка. Девочки, стрелочки сегодня у нас такие настроенческие. Я вспомнила, что я купила еще одну подводку розового цвета. Вот от этой подводки все просто были в восторге. И там, знаете, у нее типа должен быть такой прям классный, неоново-яркий. Неоново-яркий, все правильно, розовый цвет. Что ж, тестируем. Даже не знаю, у меня лень смывать два глаза, пусть будет на этом рисунок. А, да, вот это яркость, вот это вот сила яркости в моей жизни. То-то, я думаю, в моей жизни недостаточно яркости и блеска. Вот теперь я получу всю яркость. Вот это я понимаю, яркость нанесения, четкость исполнения. Я не понимаю, это мне так сильно не повезло или почему там все в отзывах буквально умирают от этой подводки и говорят, что она прекрасная и яркая. Она вообще нифига не яркая и не прекрасная. Типа, а-ля, ребят, как бы, камон, сейчас покажу вам просто сравнение. Вот, пожалуйста, давайте зацениваем. Обычная подводка Seven Days продается вообще везде. И просто, ну, типа, она везде продается. Вот они, пожалуйста, две одинаковые. Выглядит все это примерно одинаково. Только я очень извиняюсь, вот даже вот на таком вот дурацком свотч сейчас вы поймете разницу. И объясните мне, пожалуйста... Ой, вы, наверное, не видели, что прорисовывает. Вот, сверху Seven Days есть еще. И, пожалуйста, объясните мне, как бы... Во! Вот что такое яркая стрелка. Не, ну это, конечно, дичь какая-то, но это не важно. У нас вопрос не в том, чтобы дичь сделать. Не в том, чтобы сейчас сделать хорошо, потому что очевидно, что с такой стрелкой, которая черная, уже ничего нормального не сделала, потому что показать, что, как бы, все еще существуют яркие розовые подводки, которые, кстати, не стоят бешеных денег, потому что эта подводка стоит дешево. Не, ну, в принципе, вот так вот макияж выглядит даже сносно. Ах, да, его не видно. Ну, что ж, вернемся завтра. Знаете, я тут все это распаковала, уже, кстати, другой день. И я поняла, что я слишком много купила теней. Их прям очень много, все это тени. Ну, давайте хоть посмотрим. Короче, вот эти вот 10 штук выглядели внутри вот так. Ну, по факту, на самом деле, я не вижу здесь ничего плохого. То есть, тени как тени. И по пигментации они как будто бы даже, ну, типа, наверное, нормальные. Просто достаточно миловая такая яркая история. И даже на своче она все еще видна, хотя цвет достаточно непростой. Поэтому, ну, на самом деле, я не думаю, что это плохие тени. Но, опять-таки, посмотрим. Я буду делать макияж в розовых оттенках. Удивительно, не красные, не оранжевые, а настоящие розовые. Поэтому предлагаю, пока пользуюсь случаем, как раз-таки розовые оттенки и найти. И, лоу, рофл, прикол. Первый оттенок розовый я и нашла. Вот так вот в этой палетке, которая называется дыня. Так, значит, дыню нашли. Посмотрим, что есть еще. Возможно, в персике будут розовые. Но нет, в персике были персиковые, логично. Дальше. Ура! Вот такой вот оттеночек. Золотые, кстати, красивые. Вот эти в жизни выглядят прикольно. Ой, нет, они полная параша, потому что они очень жесткие. Такие тени ты себя на глаза насыпешь, а потом охренеешь. Но сцепились, смотрите, как знатно. Я даже скинуть их не могу. Жесть! Они реально не снимаемые. Вау! Это круто. А, Берри. О, розовая палетка. Идеально то, что нам нужно. Еще и с белыми, и со всеми другими цветами. Погнали дальше. Сатурн. Кстати, интересно, какие цвета под Сатурни. Ну, почему-то персиковые. Не знаю, у меня с Сатурн ассоциируется... Возможно, еще со времен Селлар Мун пошло. Он у нас с чем-то с сиреневым, таким мрачным. Ну, не с персиковым никак. Юпитер. И Юпитер у нас тут тоже розово-сиреневый. Вот эти вот цвета, мне кажется, больше под Сатурн подошлись. Позже черный добавить. Это вообще просто мно. Признавайтесь, кто из вас козерок. А это Нептун. Признавайтесь, кто из вас рыбы. Ну, с Нептуном, как обычно, тут, в общем-то, тяжело как-то что-то новое изобрести. Потому что Нептун всегда голубой. Морская волна, вода, псейдон, рыбы. Марс. И Марс у нас, естественно, ожидаем красный. Но здесь, как и в случае с Нептуном, было бы страшно и странно ожидать чего-то другого. Ладно, с этим мы поняли того. Из вот этой вот серии у меня получилось три палетки. Палетка Берри, палетка Мелон и палетка Юпитер. Интересно. Думаю, исходя из этих трех палеток будет уже можно сделать, когда определенный вывод. Далее, что еще? Ага, палетка Глитарков. Ультрапигмент. Выглядят Глитарки вот так вот. Я уже на них успела пожаловаться. И, ребят, они вообще ужасно ощущаются на руке. Не знаю, как они будут тащаться на лице и будут смотреться. Надеюсь, что будет норм. Но мы попробуем их тоже куда-нибудь присобачить. В крайнем случае, если уж не на глаза, то, не знаю, что-нибудь придумаю. Может, как хайлайтер буду использовать. Вот такая вот штука у меня еще есть. Давайте сразу ее откроем, чтобы потом не тратить на это время. Это типа набор цветных подводок на водной основе. На самом деле, у меня есть на них некоторые ожидания, потому что я покупала когда-то еще давным-давно через одну запрещенку, такая вот социальная сеть есть, очень-очень давно покупала какие-то абсолютно рандомные в рандомном магазине подводки, водостойки. Они были лучше, лучше, чем брендовые. Надеюсь, что в этот раз нас все это точно так же не подведет. Но упаковка, ребята, мама просто драгается, что она буквально сломанно пришла. Почему упаковка сломанная? Жесть. Не, ну упаковка, конечно, лютейший кринж. Но цвета, кстати, крутые. Прям вообще. Жалко черного. Нет, я бы вместо темно-синий-черный добавила, потому что черный самый универсальный пойдет. Ну и, конечно, я не знаю. Вот эта вот кисть, мне кажется, очень-очень толстая для того, чтобы делать. Чтобы вы понимали, у меня кисть для подобной фигни. Выглядит вот так. Не уверена, что кисточкой, которая шла в комплекте с Алиэкспрессом, возможно нарисовать реально тонкую и красивую стрелку. Но посмотрим. Почему вы не посмотрите приколу? Тем более, что макияж я уже придумала такой интересный. Так, у меня еще, блин, две палетки теней нет. Ребята, реально не спрашивайте, зачем мне столько теней. Это ужас какой-то. Планеты реверсивные, даже не Меркурия, а просто реверсивные планеты. Ну, здесь, честно говоря, оттенки не могу сказать, что мне как-то особо нравится. Они достаточно простые, никого суперприкола я в них не вижу. Разве что оттенок Space как будто бы прикольный, потому что он, видите, вот он такой синий-морской. Но, опять-таки, вот мне очень не нравится состав этих блесток. Они очень колючие, типа их неприятно даже на пальце держать. Ну ладно, неважно. В принципе, возможно, я здесь буду использовать какие-нибудь базовые оттенки, потому что как будто бы они даже неплохие. Короче, начинаем с линз. Я сейчас увидела, что на Алике огромной популярностью пользуются вот такие линзы. Да, они квадратные. Квадратные линзы! Тестируем. Естественно, предварительно, прежде чем надевать, я их немножечко отмочу в жидкости для линз, потому что неизвестно, что они там на Алике налили. Кстати, оцените мой классный маникюр. Секси. Пока я перелила, короче, линзы в контейнер и поместила их в жидкость, чтобы они немножечко отмокли от заводской, давайте заценим, как эти линзы выглядят. В общем, они квадратные. И вы знаете, на Алике сейчас очень много линз странной формы продается. Я выбирала между квадратными в форме лол-сердечка и в форме кошачьей башки. Я выбрала квадратные, потому что, честно говоря, окей, квадрат, я не представляю, как он будет держаться так, чтобы реально эффект был квадратного зрачка, но форма кошачьей башки, это же вообще жесть. И мы же, ну ты такая, идешь со своей кошачьей башкой на глазах, и эта кошачья башка поворачивается, и у тебя кажется, что просто глаз растекается. А теперь мне кажется, что как будто это звучит какое-то классное предложение, и зря я от него отказалась. В общем, квадратные линзы. Пока у нас эти квадратные линзы квадратятся, расскажу вам, знаете, о том, какой макияж я буду сегодня делать. Дело в том, что у меня скоро выходит трек, ну или уже вышло, не знаю, на момент этого видео, который будет называться И этот трек для меня играет огромную роль, потому что я хочу сделать к нему такую небольшую отсылку. Помните, раньше, кто меня давно смотрел, у меня была аватарка, где я стою в похожем топике, типа вот это вот. Она у меня была во всех социальных сетях. И вот сейчас я хочу сделать фотку в похожем стиле, но, естественно, не пытаться повторить тот образ или адаптировать тот макияж, и показать, что типа сейчас я крашусь лучше, но а-ля в подобном стиле тоже немного. Но трек, несмотря на его название, который просто а-ля провоцирует всех, кто мне пишет постоянно Лис, раньше была лучше, раньше была красивее, раньше была так ванне. Вот это вот все, несмотря ни на что, этот трек все-таки не про то, что, а-ля, я раньше была лучше, чем сейчас, ха-ха-ха, хейтеры, браво, молодцы. Нет. Трек про эмоциональное выгорание. И на самом деле для неподготовленного слушателя, который вообще не шарит за меня, для него, наверное, это будет просто трек с каким-то амдомным очередным набором слов, но те, кто будет внимательно вслушиваться и кто будет знать этот лор, они будут понимать, что здесь все сложнее, потому что трек реально про глубокие эмоциональные переживания, про то, что, знаете, вот раньше, например, у тебя было что-то, что ты нежно любишь, и не важно, что это. Ну, например, ты только начинала учиться рисовать, и тебя это вдохновляло, и тебе нравилось свое первое творчество, а потом бабац, и ты сталкиваешься с какими-то трудностями или просто уже с эмоциональным выгоранием, потому что тебя уже не прет так перло раньше, и вроде ты уже достигла какого-то уровня, но тебе уже настолько наплевать, что ты ничего не испытываешь. Или то, что раньше ты делала что-то хуже, ну, по факту делала хуже, например, твоя техника была не столь совершенная, но тебя все поддерживали, а сейчас, когда ты уже начинаешь что-то делать, тебе начинают, там, не знаю, писать или говорить о том, что нет, все, как бы сейчас отстоит, и из-за этого очень сильно переживаешь. И этот трек, как бы, ну, он, с одной стороны, показывает реальности всей этой жизни, а с другой стороны, он как бы немножко все это в саркастичной форме извращает и доводит до какого-то типа бреда. Немножко извращает, и, ну, немного, я бы сказала, даже комфортит. То есть, вот у него такое мое самое любимое настроение, а-ля любитель хитрожопости двойного дна, когда как бы хорошо, но как бы плохо, и ты вот не знаешь, и находишься в этой пограничной зоне, и ты не понимаешь, что происходит. Вот какой-то такой вот у этого трека особенный вайб для меня. Раньше было лучше, мы не будем прежними. Ну, и по факту, да, мы уже никогда не будем прежними, и не будем даже такими же, какими были вчера. Я только что сломала кисть, и она подтверждает мои слова. Раньше эта кисть действительно была лучше, потому что она хотя бы была цельной. Возвращаемся к линзам! Не, ну, ребят, сектор клинж на барабане, конечно. Я вообще не представляю, как это должно смотреться. Давайте попробуем. Ну и жесть! Капец! Ну, кстати, цвет прикольный, очень приятный. Вот это пранк, конечно, ребята. Вот это такой пранк глазом получился. Хайпово! Ну, во-первых, хочу оценить их цвет. Цвет действительно очень удачный, и у меня зеленые глаза, и обычно на мне, знаете, такие сереневатые линзы всегда смотрятся крайне всрато. Но эти почему-то прям хороши, поэтому за цвет ставлю 10 из 10. Лайк! Но в то же самое время, как я и предвидела, эти линзы как будто маловато для моих зрачков, при том, что я, в общем-то, не считаю, что у меня большие глаза или большие зрачки. Ну, вот эта вот же часть, это зрачок называется, радужка. Ну, короче, да, радужка, это не зрачок, а вот радужка. Вот. Ну, и еще как будто они не так много крутятся, по крайней мере, сейчас, поэтому давайте это оставим новым и зафиксируем. Но если у меня в конце видео будет один глаз ром, по другой квадрат, вы мне об этом сообщите, как часто он вообще будет переворачиваться, потому что я за этим не услежу. Поэтому, потому что не подошло под мой размер, я ставлю дизлайк. Могли бы и побольше сделать, реально. Не должен круг глаза через этот квадрат просвечивать. Боже, у меня такое ощущение, как будто глаза куда-то уехали. Какой-то неудачный фотошоп. Выбираю палетку теней, которую буду использовать как базовый цвет. У меня еще, кстати, есть вот такая вот гигантская палетка. Здесь, кстати, очень много цветов. И я думаю, что, наверное, я буду использовать как базу ее, тем более, что здесь есть какой-то приглядный розовый оттеночек, который мне нужен самый светлый сейчас. Ну, в общем-то, возьмем его и раздолбанную кисть, и попробуем нарисовать форму. Хочу делать достаточно необычный мейк, но так или иначе, в самом начале нужен базовый цвет. Я думаю, не стоит вообще никак комментировать то, что вы сейчас видите, потому что и так достаточно очевидно, что этот базовый цвет оказался действительно хорошим. Он действительно плотный, розовый, он не пылит, он хорошо наносится, и в целом, честно говоря, даже не ожидала. Я настолько не ожидала, что я сломалась, и не знаю, что сказать. Цвету очень хорошо, а глазам очень плохо. Теперь я беру вот эту палетку теней, и для начала буду использовать вот этот вот оттеночек. Он вроде нейтрально-розовый, и прям буду сейчас наносить на ту форму, которую выстроила под ложкой. Кстати, как будто бы он очень пигментированный. Ну-ка. О, да, это именно тот цвет, который я хотела получить при наслоении одного с другим. Правда, он не суперплотный, он как будто немного полупрозрачный, но конкретно для меня это даже плюс. Слушайте, я очень удивлена, честно, ожидала худшего. Понимаю, что мы пока протестировали всего-навсего два цвета, но, блин, это же круто! Единственное, что я недовольна, я заказывала еще тональник, но тональник мне не пришел, поэтому пришлось воспользоваться своим кушоном, но в целом не пришел, не пришел. А, знаете, что мне еще не пришло? Я заказывала хайлайтер, возможно, вы его тоже видели на Алике, потому что меня он в реках просто атаковал. Выглядит вот таким вот образом. Я его заказала, короче, он просто не пришел. У меня вообще нечего сказать, кроме слов, потому что эти тени определенно лайк. Простой повседневный макияж-чек. Тогда хотела сделать реально что-то не суперсложное, но в итоге когда-то замахнулась и рисую тенями масками. Но уж больно мне эти тени понравились, не хотела, знаете, останавливаться на чем-то простом. Поэтому уж лучше что-нибудь нарисую. Так, здесь все ровненько, ровненько, ровненько. Больше чистить ничего не нужно. Это меня только что допер, что в основе моего этого макияжа, который я себе напридумала, лежала бы подводка. А я вот подводки розовую и черную выкинула. А черной подводки у меня нету. Вот в этих вот штуках есть только что тут вообще есть. Есть белая, розовая, темно-синяя. Темно-синий будет отстойно смотреться. Белую я бы хотела добавить, но я бы хотела, конечно, здесь не только белую, но также еще черную использовать. Поэтому вот я думаю, что бы поделать. Нарисую, наверное, обычную стрелку, обычной моей черной подводкой, потому что все-таки образ как бы для обложки должен быть. А потом уже добавлю ту розовую и белую. Так, ну что, пока это выглядит так. Не могу сказать, что в данном состоянии все это нравится. Да, все это выглядит прикольно, но оно, конечно, сильно не закончено. Нальем немножечко водички. Возьму мою сначала хорошую кисть, которая проверенная. И помолимся. Кстати, пахнет отвратительно. Пахнет так, как будто это какая-то жесть просто. Они обычно лучше пахнут. Ну, короче, помолимся, чтобы это все рисовало, потому что если нет, придется рисовать своим, а это уже не то. Так, дайте сводч. Ладно. Оно очень белое. Хорошо, я рада. Ага, немного подтекает. Поняла, ладно, это мы поправим. Да, рисовать, конечно, такие штуки, находясь за километр от какого-то зеркала, очень удобно. Нет. Реально очень хорошо. Можно прям хорошие линии рисовать тонкие. Понимаю, почему так много положительных отзывов, потому что я довольна. Цвет прям белый-белый. Круто. Кайфово. Нет, абсолютно то, чем я точно не иронично буду пользоваться. Я охренеть как довольна. Она у меня столько зашла, что я реально хочу теперь этим пользоваться. Сейчас протестирую. Давайте еще розовый цвет. У меня даже было желание просто стрелку обвести. Я не уверена, что будет видно, потому что сами все тени очень яркие. Но вдруг будет прикольно. Ну да, его особо не видно, потому что он прям очень похож на цвет моих теней. Ну давайте возьмем его куда-нибудь сюда, раз уж так пошло. И он вот такой вот цвет. Давайте, в принципе, сейчас сочи сделаем. Ну, он, в принципе, выглядит вот так вот. Это очень круто. Потому что прям яркий, хороший. И, кстати, похож по цвету на мои вот эти вот элементы, прям практически один в один. Я надеюсь, не то не обидеться, если я сниму линзы, потому что мне реально в них стало некомфортно. Еще они мне жгут глаза. Опа. О, какое облегчение. Боже, как прекрасно. Мир сразу стал таким потрясающе приятным. Это было испытанием. Хочется закрыть вопрос с глазами. И для того, чтобы его закрывать, у меня есть целые вещи. Первое, это реснички. Второе, это вот такая вот вещь, которая называется корите, которая пришла прям вот в таком, состоянии. И это типа праймер для ресниц. Признаюсь честно, я ее уже открыла и... Боже мой, это так плохо. Это так плохо. Это просто супер плохо. Пожалуйста, плиз. Напишите, у кого-нибудь вот такая вот штука есть, кто-то покупал или кто-то не рискнул, потому что я люблю базы под ресницы. Да у меня, в общем-то, без базы под ресниц ресницы бесполезные. Но эта штука пахнет так, что страшно. Но ради вас, только ради вас. Я ее нанесу на свои глаза. Для частоты эксперимента на один глаз нанесем, на второй нет и посмотрим, какой будет больше, какой будет меньше. А потом все равно напацаем на плотные реснички. Пока как будто пахнет у нас страшнее, чем есть на самом деле. Может быть и неплохо. Кстати, походу, она даже такая будет прям белая-белая, не высыхающая, что, наверное, неплохо подойдет, если нужно прям ресницы белым накрасить. Все, здесь накрасила, пусть сохнет. А с этой стороны накрашу просто ресницы без базы. Ушит, 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 ушит. Я взяла и, блин, не дожилась, пока она высохнет. Стала тереть, а в итоге натерла грязь. Ладно, возьмем потом какой-нибудь светлый оттенок и просто все это закрасим. Пофиг. Ну шо ж, ресница номер один выглядит так, и ресница номер два, скажем так, сразу сходу скажу, что это не лучшая база, потому что как только я стала наносить тушь, видите, она стала осыпаться под ней, и так не должно происходить. У меня полно белых баз любого бренда, там, от дорогого до дешевого, и так это обычно не должно происходить. И не могу сказать, что ресницы кажутся как будто сильно длиннее, они скорее кажутся как будто грязнее. Реснички. Да, это одно из немногих видео, где я решила заценировать реснички. Ну, знаете, заходишь на Алик, и там столько всех этих ресничек, и ты смотришь на все эти фотографии прекрасные, и думаешь, господи, ну я освоила рисование стрелок, и шо, настолько тупая, что не могу освоить клеение ресничек, вот и проверим. Так, для начала, короче, как для самых маленьких, себе же перворочное объясняю. Ты берешь ресничку, прикладываешь ее, проверяешь вообще, насколько она типа размеру подходящая. На этом этапе у тебя уже возникают трудности, потому что тяжело, когда ты тупой. Ну, знаете, не всем во всем быть идеальными, как бы. Ну, предположим, это будет вот так, а это я по-хитрому сделаю вот так. А, да. Они мне по размеру, но я не могу сказать, что как будто мне нравятся ресницами больше. Мне кажется, что этот глаз выглядит крупнее, потому что в этом как будто слишком много пушистости. А что, если ресницы немножко вот сюда вот подвинуть? Ааа! О, нет, она сожрала! Этот клей сожрал бы и подводку. Ну, ладно, хрен, с ним поправим потом. Да, вот так вот лучше. Все, сделаем вот так. Так, ну что ж, пошла я пробовать клей эти ресницы. Пожелайте мне здоровья, счастья и успехов в личной жизни. Где моя штука для ресниц? Клей-то где, господи? Боже мой. Глей, ё-моё. Благо у меня хотя бы подводка хайповая. Можно наносить сразу как на глаз, так и на ресницы. Поэтому я прям вон на гады и сейчас нарисую сюда. Я справилась? Я не знаю, что мне сказать. Я в шоке. Не понимаю, что происходит, но я с первого раза это все сделала. Для меня это какой-то совершенно новый уровень. Такого еще никогда не было. Мне ничего не пришло для контринга, но я думаю, что мы можем воспользоваться для контринга вот этой же вот палеткой, которую я использовала как базу. Нет, не можем. Здесь нет подходящих оттенков. Вообще ни в каком виде. Тогда, может быть, мы воспользуемся вот этой вот палеткой, потому что здесь как раз-таки есть подходящие оттенки. Для контринга, мне кажется, вот этот вот цвет просто должен идеально подойти. В общем-то, давай идти и проверим. Начнем с контринга носа. Он прям какой-то очень приятный серый. Ох ты, боже мой, а что вы просите меня с качеством? Не, ну серьезно. Я, конечно, понимаю, что модно там, не знаю, засирать алик и все такое, но нет. Я лично не из тех, кто будет засирать продукт, который стоит 3 копейки, который при этом офигенно хороший. Я в шоке. То вы сами видите, еще и цвет такой реально ультраприятный. Он прям как хороший оттенок из какой-то классной контурной палетки. Я, в общем, очень довольна. Приятно, знаете, когда вот покупаешь какую-то достаточно бюджетную вещь, которую ты вообще даже, ну, не воспринимаешь как что-то такое, что должно хорошо работать, и оно в итоге, бац, и такое тебя нагинает, а и хорошо работает, потому что это ты лох, который не доверяешь тому, что, в общем-то, не всегда решают деньги качество. Не ожидала такого. Охрененно. Я супер-мега довольна. Я этим хайлайтером прям сейчас даже хайлайт себе, в общем-то, и сделаю. Класс! И не стоит даже расстраиваться, что не пришел настоящий хайлайтер, когда тут такая роскошь бутиков, ребята. Так, ну-ка возьмем. Вот, смотрите. Пожалуйста, не разбейся, пожалуйста, не разбейся, пожалуйста, не разбейся. Вы посмотрите первыми. Разбилась? Жень разбилась. Восторг. А оттенок называется жемчик. Перл. Ну да, да, конечно. Жемчужный блеск, он такой. Нет, ну что мне сказать? Да нечего мне сказать. Даже слов не сказать. Ну, боже мой, ну что за царевна. Реально на уровне Джеффри Стара. Да простят меня фанаты Люкса и Джеффри Стара. О, боже, как мне нравится. Какой восторг. Само собой, куда же мы с вами можем пойти без веснушек? Ну вот сейчас без веснушек, мне кажется, даже как будто бы стыдно появляться на обложке любого уважающего себя альбома. Поэтому купила себе вот такой вот штампик для веснушек. Вы знаете, я пробовала штампики в том числе за 2000. Да, есть и такое. И вот этот вот, который стоил, боже мой, наверное, рублей 100, а то и 90. Кстати, сколько он стоил, интересно. Не скажу, что сильно хуже. Единственное, что в отличие от дорогих штампов, ты когда их прикладываешь, веснушки получаются разные. Здесь все-таки они такие более точечками. Но я не знаю, есть ли смысл платить 2000 с лишним ради того, чтобы у тебя был штампик, который делает некоторые веснушки более растушеванными, когда это всегда можно просто потом взять и пофиксить собственными пальчиками. Например, вот так вот, и у вас получается уже совершенно разный эффект. А если сверху еще румянами пройти, так вообще идеально. В общем-то так я и сейчас и поступлю. При том, что румянами нет, но я немножечко сконцентрирую сейчас обычные тени розовые на всем этом, чтобы получился более естественный эффект. Не, ну все отлично вообще. Реально, не знаю, почему я раньше делала проверки косметики с Алика. Очень уважаемая вещь показалась. Прям вот такой вот палеткой какой-нибудь рандомный цвет возьму. Не знаю, вот этот вот, например. Ну, вот этот вот пич какой-то. И он намешает с этим бежевым. Сразу, видите, немножко естественности появилось. Кстати, этим же миксом оттенков я, наверное, сделаю немного контринга. И теперь время самого интересного. Это помады. Значит, у меня есть два комплекта. Вот такой вот, где целая куча всевозможных оттенков. Выглядят они все очень хорошо и очень хайпово. И второй. Это от того же бренда, что вот эта вот косметика. Я, правда, уже коробку открыла. Это вот. Тут сразу идет набор карандаш плюс помада. К сожалению, здесь нет ни одного подходящего оттенка, который бы мне сюда подошел, потому что они все теплые и слишком яркие. Поэтому я думаю, что отсюда можно будет попробовать карандаш какой-нибудь взять, если он будет оранжевый. Это, наверное, красный нам будет. Да, это коричневый. Ладно, без карандаша, ребят, извините. Придется на вас тестировать с вами в другой раз. Или переходите ко мне с телеграм-каналом, там я расскажу про остальную косметику, которую мы сегодня с вами не использовали. А здесь я воспользуюсь, наверное, вот этой вот помадой или вот этой. Вот этой, наверное, воспользуюсь. Посмотрим. Бренд называется Хандиян. Внутри она выглядела так, как будто уже была использована. Надеюсь, что это не так. По запаху, кстати, приятная. Пахнет как вот зимляникой. Прикольно. О, боже, это очень приятно. Блин, кайфовый. Цвет очень кайфовый. Не, ребят, это очень профессиональная косметика. Я абсолютно ничего похожего даже близко не ожидала от Алика. Мне концептуально понравилось практически все, что я сегодня использовала. Даже не знаю, что хотят мои сладкие малыши. Я, честно, ожидала сильно худшего, потому что я, ну, про любых обстоятельствах не думала, что будет настолько хорошо. Ну что ж, пойду делать обложку. Кстати, результат, как получится фотографии, вы можете посмотреть по ссылочке в описании и заодно послушать мой трек. Люблю вас, мои сладкие малыши. Как же это круто и стильно выглядит все-таки. Вот мне безумно нравится. Вот смотрю на себя, я прям балдею. И даже не думаю о том, что косметисты как бы с Алиэкспресса. Ну, хорошо, хорошо выглядит. Нравится, нравится. Да-да-да, очень круто и с этими домашними штанцами прям вообще шикарно. Не знаю, что только что вам показывала. Макияж, себя или штанцы. Но, почему бы не показать все вместе, не так ли? Субтитры сделал DimaTorzok